Мы с удовольствием услышим ваш комментарий по поводу визита китайского лидера в Соединенные Штаты Америки. Расскажите, пожалуйста, кому этот визит больше нужен? Америке или Китаю? Какие ожидания у кого и какие ожидания оправданные, а какие можно считать завышенными? Ну вот так бы так комплексно, ну попробуем разложить по полочкам. Если бы не турбулентность на планете, которая сегодня имеет место быть, конечно, такого внимания и такого ажиотажа к этому визиту наверняка не было бы. Но учитывая, что сегодня происходит российско-украинская война, происходит на Ближнем Востоке война Израиля с Хамас. И, естественно, понимая, что на планете есть еще очень много неразрешенных похожих тем, Кашмир между Индией и Пакистаном, я уже не говорю, тема Тайваня, которая все понимает, что когда говорят о предтече Третьей мировой войны, то они именно имеют в виду, что если эти все конфликты одновременно начнут гореть, это тогда и будет Третья мировая война. Поэтому сейчас, я как всегда подчеркиваю, сейчас идет предтеча Третьей мировой войны. И встреча лидеров двух главных стран на планете, она как раз-таки должна ответить на этот главный вопрос. Будет ли Третья мировая война? Но судя по поведению лидеров двух стран и политического истеблишмента их команд, и то, что вот последние несколько дней, если так промониторить все информационное поле, как китайское, так и американское, начинаешь понимать заинтересованность и тех, и других в том, чтобы не эскалировать ситуацию. Другое дело, год назад они встречались, год назад у них была одна ситуация. Идет шахматная партия. Шахматная партия на нескольких досках эти страны разыгрывают. Одна идет между ними самими, между США и Китаем. Есть шахматная партия между США и Россией, между Китаем и Россией, поэтому я имею в виду в глобальном плане. Есть шахматная партия, которую они разыгрывают на Ближнем Востоке, каждый из этих стран в том числе. Поэтому в зависимости от того, как эти партии продвигаются, в конечном итоге, то есть кто какое место займет, потому что за победу одну очко, за ничью полочка, а за поражение ноль очков. И вот год назад была одна ситуация, сегодня они, так сказать, происходят сверка часов. Они вот сядут и наверняка должны будут пройтись по всем этим вопросам. Экономические темы, политические темы, вот эти локальные конфликты. То есть и определиться, что ждет этот мир, по каким правилам должен этот мир вновь действовать. Пришло ли время определяться с этим правилом, потому что 30 лет на планете нет правил. После 91-го года, как вы понимаете, идет бардак. То есть право силы сегодня давлеет над силой права. И Организация Объединенных Наций не работает, потому что, как вы видите, ни по теме Российско-Украинской войны, ни по теме Ближнего Востока, ни по какой другой теме. Потому что или Россия, или Соединенные Штаты, а иногда тот же Китай, пользуются правом вето. Поэтому здесь надо определиться, где пять стран могут когда-то договориться. И для этого, конечно, в первую очередь должны договариваться США и Китай, потому что они также имеют свои виды, разные виды, на ту же Россию. И те, и другие не заинтересованы в развале России. Это надо подчеркнуть сразу. Ни США не хочет этого, ни Китай этого не хочет. Ну, учитывая, в первую очередь, наличие ядерного оружия, и учитывая тот хаос, который может возникнуть, и который ни США, ни Китай контролировать не смогут. Но и те, и другие заинтересованы в ослаблении России. И желательно, чтобы Россия играла бы на их стороне. Вот. Насколько сегодня у кого какие козыри более сильны, это мы увидим. После этой встречи должно пройти несколько месяцев. Потому что наверняка они будут говорить на эту тему в том числе. И здесь и тема Украины будет в первую очередь задействована, потому что Россия очень сильно завязана на этой теме. Президентские выборы очень сильно будут влиять. на лейтмотив этой встречи. Давайте честно признаемся, что сегодня от взаимоотношений Китая и США зависит и будущее президентских выборов в том числе. То есть точно так же, как зависит от будущих президентских выборов в США, зависит от российско-украинской войны, от конфликта на Ближнем Востоке, точно так же зависит и от взаимоотношений между Китаем и США. Я расшифрую, что я имею в виду. Ежели будет эскалация и на российско-украинском фронте, и на Ближнем Востоке, и в результате этой эскалации Соединенные Штаты Америки и лично администрация Байдена будет трудно регулировать эти процессы. Это, конечно, бумерангом ударит по электорату, и чем непосредственно воспользуются оппоненты из республиканской партии. Поэтому Китай знает этот аргумент, и он может этим аргументом пользоваться, но он может им и не пользоваться, и сыграть на стороне того же Джо Байдена, сыграть на стороне демократов, ежели они договорятся, в первую очередь, по экономическим вопросам. Для Китая в этих переговорах очень важна экономическая составляющая. Оставим в стороне идеологическую, у них нет проблем. Это не борьба автократии и демократии, как любят говорят. Это все ширма. Это все ширма, которая всегда существовала между Советским Союзом и США. Там было четкое идеологическое различие. Но, опять же, они тоже взаимодействовали, и когда надо, они разруливали все ситуации. И войну в Вьетнаме, и войну в Корее, и в Африке, и в Латинской Америке. И Карибский кризис они разрулили. Поэтому, если им надо будет, они и здесь тоже разрулили. Просто идет тема, что за мир нас всех ждет. Раньше был двуполярный, Советский Союз и США. Да, мир этот разрушился. Какой мир новый предлагается? Я не сомневаюсь о том, что и США, и Китай хотели бы вновь двуполярный мир. Но, другое дело, появились уже другие игроки, которые, ну, как говорят сегодня, глобальный юг, и очень много стран, которые хотели бы, чтобы был бы многополярный мир, или же двуполярный мир с какими-то маленькими другими полюсами, в котором и мусульманский мир будет представлен. Поэтому, заметьте, как сегодня в мусульманском мире идет борьба за первенство между той же Турцией и арабскими странами. Индия претендует, страны, вот, Бразилия, то есть все те страны, которые собираются поближе к тому же Китаю, но, опять же, не имеют тех возможностей, которые есть у Китая. А у Китая полтора триллиона товарооборотов с Евросоюзом, с Соединенными Штатами Америки. У Китая сегодня сложности в экономике, экономический кризис после пандемии. У Китая 20% сегодня безработицы, особенно в области молодежи. У них проблемы с рынком недвижимости и много чего другого. И плюс, естественно, они хотели бы льготы, им нужны инвестиции в экономической сфере. Поэтому это все, конечно, белые фигуры во взаимоотношениях между США и Китаем, конечно, у Соединенных Штатов Америки. А можно сделать вывод, что Китаю эти договоренности тоже жизненно важны, да? Многие говорят, вот вы начали об этом говорить, что эта встреча может быть стартом к переговорам о новом миропорядке, как вы уже упомянули. Как вы считаете, близок ли мир к созданию нового миропорядка? И тогда какую роль в нем будут играть США и Китай? И не будет ли это напоминать разделение мира без учета слабых стран? Мир на пути к этому новому миропорядку. И этот, так сказать, нарыв нерешенности этого мира, который жил без порядка после 1991 года, взорвала сама Россия 24 февраля прошлого года. Она, конечно, не рассчитывала на такую сопротивляемость со стороны коллективного Запада и на такое вмешательство тех же Соединенных Штатов. Хотя Соединенные Штаты, как вы знаете, всего на 5% бюджета Пентагона вмешались в этот конфликт. Если бы они вмешались бы не на 5%, а на 25%, война давно бы закончилась. Поэтому нерасчет, вот стратегическая ошибка России в этом вопросе, но нарыв взорвался и теперь этим уже занимаются. И США занимаются, и Евросоюз, и НАТО. И, как вы видите, происходит переформатирование. Просто для того, чтобы менять мир и определять новые правила, должна закончиться эта война. То есть, вспомните, когда была Ялта, как говорят, Ялта первая, сейчас говорят, Ялта вторая. Можете назвать это подздомом, как хотите это называйте. Но я так понимаю, если хотите аналогии проводить, я так думаю, встреча сегодня Байдена и Си Цзиньпини, это на вроде Тегерана-43. То есть, еще до окончания модели того мира, который был после 1945 года, еще достаточно много времени. Но для начала нужно сначала разрулить эти конфликты, которые сегодня возникли, и без решения которых нельзя говорить. Просто, естественно, они будут сегодня очерчивать какие-то общие контуры, общие правила. Наверняка они снова будут встречаться для того, чтобы сверить часы. Какие-то договоренности есть. Но вспомните фразу, которую сказал Байден, а потом Си Цзиньпини это повторил в Китае точно так же, о том, что горячей фазы между США и Китаем не будет. Даже холодной фазы они не допускают, потому что у них очень много того, во имя чего им надо договариваться. И поэтому я не ожидаю горячей фазы в районе Тайваня. Я понимаю, зачем эсминцы направлены на Ближний Восток, для того, чтобы локализовать эту тему на Ближнем Востоке. Понятно, откуда тут могут ноги расти. Один из них это, так сказать, для того, чтобы громоотвод от российско-украинской тематики. И поэтому одновременно посмотрите, какой наезд на Украину в информационном поле. Сегодня у вас, посмотрите, какой наезд идет за последний месяц. И тут вот эта статья в Таймсе, и все остальное, все, что говорят о том, что вас как будто бы заставляют, плюс внутри придумывают всякие глупости о противостоянии вашего президента заложенным. То есть это все глупости, это целенаправленная провокация против Украины, потому что в Белом доме это не обсуждают. И в Совете Безопасности это также не обсуждается. Это обсуждается в средствах массовой информации, и это целенаправленно делается. По той простой причине, что огромное количество стран, которые не заинтересованы, в первую очередь, даже Россией в улучшении отношений между США и Китаем, как США и Китай заинтересованы в ослаблении России и для того, чтобы Россия играла бы на их стороне, точно так же Россия заинтересована в том, чтобы между США и Китаем был бы конфликт для того, чтобы тоже искать рыбу в этой мутной воде. Но судя по тому, что экономические возможности и взаимоотношения США и Китая, они в десятки раз превосходят возможности взаимоотношений той же России с тем же Китаем. И Россия с Евросоюзом, особенно после вот этих 11 пакетов санкций, всего того, что мы увидели за последние полтора года, это говорит о том, что я лично с осторожным оптимизмом смотрю на эту встречу. И я думаю, эта встреча будет еще одним шагом вперед. Просто не смотрите, что это так быстро должно произойти. Это просто на самом деле, как Тегеранск 43 воспринимаете, впереди еще 44-й год, впереди еще 45-й год, поэтому однозначно движение будет идти именно в эту сторону. Поэтому исходя из этого, исходя из того, что правильное отношение Соединенных Штатов Америки к войне, агрессии России против Украины и к тому, что происходит на Ближнем Востоке, это и есть гарантия того, что демократы могут остаться у власти. Поэтому я не сомневаюсь и касательно поддержки Украины, и касательно финансирования, точно так же, как и поддержка Израиля со стороны Белого дома, потому что Белый дом понимает, что от правильного решения этих вопросов зависит судьба хозяина Белого дома. И Китай это точно так же понимает. Поэтому я так понимаю, что какие-то договоренности, какие-то красные линии будут очерчены, то есть вот куда каждый из этих стран не будет влезать. Я так думаю, что и на Ближнем Востоке, и у Китая есть достаточно много рычагов влияния. Вспомните то, что произошло между Саудовской Аравией и Ираном. Поэтому я так понимаю, очень много будет тем. И последняя ремарка, то что, напоминаю, как принимали Блинкина и двух министров финанса и торговли на самом высоком уровне, буквально в преддверии этого, и как принимали Ван Ии здесь точно так же, как его также принял лично Джо Байден, хотя по протоколу это не предусмотрено ни в Китае, ни в Соединенных Штатах Америки. Это лишний раз говорит о том, что политическое руководство и Китая, и США понимают важность этой встречи и важность тех рисков и вызовов, которые стоят на планете. И я думаю, маленькие шаги, но в нужном направлении, позитивном будут идти. От улучшения отношений США и Китая Украина однозначно может выиграть. Вы вспомнили про сложное, довольно информационное поле, на котором приходится сражаться Украине. И вот в этом поле новый игрок выступил на днях бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Написал статью в Блумберг, где обосновал свое мнение о том, что Украине стоит пойти по корейскому сценарию завершения войны с Россией и начать переговоры о заключении договора по схеме «Земля за мир». Это если так коротко рассказать, о чем его статья. Как вы считаете, в команде, которая придерживается этой точки зрения, насколько много игроков, становится ли их больше, почему, кому это выгодно, возможно? Как я сказал, идет целенаправленная информационная война против Украины. Но она идет давным-давно, с первого дня этой войны. И тема переговоров, тема того, что Запад устал и все остальное, мы это регулярно слышали. Но то, что сейчас это целенаправленно происходит, дорогие украинцы, я вам сделаю одно замечание. Я замечаю, что тема, которая вбрасывается, тема «Таймс», или вот эта статья, или еще «Вашингтон пост», это все делается целенаправленно, это российские нарративы, антиукраинские нарративы, так скажем, которые проталкиваются. И если вы промониторите американские средства массовой информации и украинские, вы увидите, что 90% распространения этих нарративов занимаетесь именно вы сами. Простой вопрос, зачем вы это распространяете? Можно такого же типа какого-то генерала найти, который в какой-то другой газете скажет на 180 градусов противоположное мнение. Но зачем культивируют это мнение, понимаете? И это преподносится как будто мнение коллективного Запада, мнение официального Белого дома, или мнение официального Рамштайна, или мнение Лондона, понимаете? А это не так, это категорически не так, понимаете? Точно так же, когда говорят, например, президентские выборы в Украине сегодня, как будто Запад, Соединенные Штаты этого требуют. Категорически ни Соединенные Штаты этого не требуют, ни Белый дом, ни Совет национальной безопасности, ни Конгресс. Один человек Конгресс или Инстаграм на эту тему сказал, так заметьте, все российские блогеры и многие, которые выходят в эфир, руководствуются симпатиями, антипатиями к власти в Украине. А так нельзя относиться, когда вы ведете войну на таком уровне за свое существование, за свое выживание. У вас должна быть цензура, нравится кому это или не нравится, военная цензура, никакого свободы слова во время такой войны, потому что это уголовное наказание. То есть говорить о президентских выборах должно быть уголовное наказание за это. Нельзя этого делать. Ваш президент уже сколько раз вышел и говорил, никаких президентских, никаких парламентских выборов не будет. Указ он на эту тему подписал. Так если он это сказал, если есть решение для этого, как вы можете в информационном поле с утра до вечера на эту тему разговаривать? А если кто-то там в Вашингтон-Пост какой-то отставной генерал или Расмуссен тоже что-то написал, какую-то глупость, это же не говорит о том, что это мнение Запада, понимаете, или мнение тех людей, которые работают непосредственно с банковой. Этого нету. Поэтому доверяйте в первую очередь своему военно-политическому руководству. Не позволяйте никому вбрасывать пораженческие настроения ваше общество. Нет никакого конфликта между президентом Зеленским и генералом Залуженным. И об этом знают в Белом доме прекрасно, об этом знают в Совете национальной безопасности. То есть этого нету, понимаете. Но это же обсуждается. И заметьте, очень многие это обсуждают. Те, которые немножко как-то в оппозиционной позиции находятся к президенту Зеленскому. А какая оппозиционность во время такой войны, которая у вас идет? Должно быть приостановлено все. Никакая общественно-политическая деятельность не должно быть. Все для фронта должно быть. Понимаете? Поэтому я понимаю, почему это происходит на Западе. И кто это делает, это целенаправленно делается против вас. Только я не понимаю, почему вы не защищаете свое информационное поле. Потому что это такая же война, как та же война, которая происходит на поле боя, непосредственно проводят ваши солдаты. Если вы там говорите о том, что вам не хватает оружия, и правильно говорите о том, и давите на своих союзников, то в информационной войне, которая происходит против вас, и проходной двор в вашем информационном поле, это уже ваши огрехи, ваши ошибки. Поэтому, дорогие украинцы, я вас просто к этому призываю. Поэтому статья этого отставного генерала, она не соответствует тому, что об этом думает, например, политический истеблишмент. Каково это мы от вас и хотели услышать. Это личное его мнение или отображает какое-то коллективное? Вы говорите, что нет. И вот в этом же контексте высказался действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг. Но он заявил прямо противоположное, что единственный путь достичь мира в Украине, это укреплять ее военные возможности путем предоставления Киеву соответствующей помощи. Что, в общем-то, логично и понятно. Я думаю, вы с этим согласитесь. Да, давайте еще одну тему обсудим. Мы как раз успеваем это сделать. Джо Байдену нужно не только завтра найти общий язык с Си Цзиньпинем. Мы очень следим за развитием истории в Палате Представителей. Ему бы как-то найти с ними общий язык, с республиканцами в Палате Представителей. Как вы считаете, вопрос о предоставлении Украине военной помощи, эти 61 миллиард долларов, как долго они еще будут камнем преткновения? И каким образом может разрешиться этот зависший вопрос? Знаете, смотрите, живу уже 21 год здесь в Америке и все время являюсь свидетелем вот такого телешоу. Это шоу. Америка – это страна шоу во всем. У них даже война – это шоу. Понимаете? Извините, но, к сожалению, это именно таким образом. Поэтому они будут до последнего тянуть, иногда продлят на два месяца, а потом еще могут сделать на два месяца. Но они не допустят шатдауна правительства, потому что от этого шатдауна пострадают обе партии, авторитет этих партий, пострадают компании, которые финансируют, являются спонсорами этих партий. И плюс однозначно озлобится электорат. И это не только свой электорат, их всего 60%. Я хочу, чтобы вы знали 30 республиканцев, 30 демократов. Это официально зарегистрированы. А 40% вот таких, как я, беспартийных, которые еще не определились и которые будут в зависимости от того, как пройдут те или иные проблемы в том же Конгрессе. И поэтому, если произойдет такой шатдаун, и я, зная о том, что виноваты будут те же республиканцы, значит, я пойду буду голосовать за демократов. А если виноваты будут демократы, значит, я пойду голосовать за республиканцев. То есть менталитет американцев так работает. Поэтому это шоу. И они в конечном итоге договорятся. Заметьте, они подступают, как вот, например, в магазин идешь, там дефицитный товар, а сверху, как в советское время, был такой недефицитный какой-то продукт, который не продается. Им надо его так продать. Поэтому, заметьте, и они объединяют, например, темы поддержки Украины с темой, например, границы Мексики, темы поддержки Израиля с темой налогов для богатых людей. То есть вот такого типа они хотят протащить. Хотя это совершенно разные тематики. Одна тема касается внешней политики США, другая касается внутри политики. Бюджет уже наверстан. В этом бюджете, чтобы вы знали, около 35-40 миллиардов предусмотрено для Украины в том числе. То есть ровно столько, сколько вы получили за этот год. Понимаете? Поэтому бюджет они обязаны будут утвердить. И они, в крайнем случае, они его продлят еще на два месяца. Понимаете? В этом плане. Поэтому есть там несколько вариантов. И вот я буквально до того, как вышел в эфир, вот где-то через час будет голосование. Голосование по одному из вариантов. Потому что в пятницу уже что-то должно быть. Должно быть какое-то решение. Или хотя бы еще раз продлят на два месяца дальше, чтобы правительство продолжало бы работать. Поэтому не сомневайтесь на этот счет. Это всю риторику, которую вы будете слышать здесь из уст этих самых. Более того, если это будет даже нагнетать на таком высоком уровне, знайте, что в конечном итоге решение будет принято. Потому что в этом решении заинтересованы все. Это соответствует стратегическим интересам США. Это поддержка двупартийная. Если вы посмотрите на Конгресс, 65-70% по-прежнему и республиканцы, и демократы. Сегодня выступили буквально полчаса назад, перед тем, как я вышел в эфир, выступил и Джак Шумер, и Митч Макконнелл. Это лидеры большинства и меньшинства в Сенате. Они открытым текстом пригрозили своим же республиканцам в Нижней Палате. То есть, я так думаю, новый спикер как будто бы делает движение в нужном направлении. Я так понимаю, что идет окончательный торг, обрисовывают, как это будет выглядеть, для того, чтобы всех могли бы сохранить лицо, сказать, что победили мы. А вам должно быть до лампочки, кто там победил. Вам самое главное, чтобы эта поддержка продолжала. А эта поддержка будет продолжаться, потому что вы из США, как альпинисты на Эверес. Сорветесь вы, сорвется Джо Байден вместе со всей своей администрацией. А я не думаю, что они в этом заинтересованы. Тем более, как сегодня опросы общественного мнения не очень-то радужные для тех же демократов. Поэтому им нужен будет успех как на Российско-Украинском фронте, так и на Ближнем Востоке.